Сегодня хочу с вами поговорить на такую интересную тему, как пробуждение. Что это такое? Почему люди туда стремятся? И почему это так, не то чтобы популярно, но определенная волна пошла, пробуждение. Сейчас такое удивительное время, когда переход происходит от человека к человеку. То есть напрямую. При взаимодействии человек может считать поле, считать состояние, и его вся система начнет тянуться к этому состоянию. Поэтому пробуждение, я уже говорил, это своего рода процесс, когда человек просыпается от глубокого и очень древнего сна. Что происходит? Что происходит-то вообще? Люди не понимают, что происходит. То есть они привыкли жить в гиперреальности других людей. То есть с самого детства начиналось телевидение, начинались определенные книжки, определенные учения, школа. То есть образование. То есть создать образ определенный человеческий, в результате которого человек сильно себя отождествляет с этим образом. И уже он не смотрит за рамки этого образа. Понимаете? То есть для него всё является таким, как оно есть. И причём очень-очень, скажем так, материально всё. Я это могу потрогать, и вот оно всё так, как я привык думать. Значит, вот если на примере нашей клеточки рассмотреть. Клеточка, она имеет в себе внутри определенное включение, роганеллы. Имеет капсулу липидную. То есть является такой своеобразной автономной системой. Если вы задумаетесь, то клеточка, она по своей сути автономна. То есть внутри неё совершенно всё есть. Есть информация, то есть ядро, которое вмещает в себя коды информационные. Есть митохондрии, которые отвечают за энергетику. Есть там вакуоля, который отвечает за накопление каких-то вот веществ. Есть комплекс Гольджи, есть ещё какие-то включения. И это всё формирует автономную, закрытую систему. И эта система, она имеет маленький-маленький интеллект, который потом формируется в интеллект органа. И потом это формируется в интеллект уже высокофункциональный интеллект организма. И то есть клеточка — это как маленькое отражение, прототип человеческого организма. То есть точно так же у неё есть маленький функционал, как ум наш. Точно так же у неё есть запасы энергетические, как у нас в мышцах есть. И это всё постоянно идёт отображение одного и того же, как в повторении фрактала. И точно так же человек является клеточкой Вселенной, то есть просто частичкой бытия для познания Вселенной через человеческий опыт. То есть я уже говорил, что если рассматривать Творца и вообще Создателя как нечто абсолютное, потому что мы же понимаем, что это не какой-то дедушка с бородой, а это абсолютное сознание, которое было в начале всех начал. Вот если даже рассматривать, что вначале была пустота, то пустоты тоже не было. А то, что было, этого тоже не было. Понимаете? И вот так до бесконечности. И в этом прикол Абсолюта. То есть это основа всех основ, то есть основа мироздания вообще всего. И в этом нету абсолютно никаких границ, понятно, да? То есть даже нет границ в том ключе, что Творец не знает, что он Творец. Понятно, да? То есть это такая специальная игра, что как бы ты забыл, что ты Творец, да? И я вот просто как бы маленький такой человечек. Где-то там на планете Земля у нее есть проблемы со здоровьем, там еще что-то, еще что-то. Ну то есть такой маленький я, который не может вот ничего сделать в этом мире. Понимаете? И Творец, он начинает вот эту игру, начинает погружение. Начинает погружение сам в себя для того, чтобы познать самого себя. Через многомиллионный опыт всех форм, всего живого и неживого. На самом деле неживого такого нет, потому что все живое. Каждый камешек, каждый лепесточек, он имеет сознание. Потому что наше тело, оно по структуре не отличается ничем от листика. Одна и та же материя. Вот. Это вот для понимания вообще происходящего. Опять же такие, чтобы начать движение к пробуждению, да, начать движение к этой любви, потому что это действительно любовь, эта любовь, она как бы находит тебя. То есть у меня не получится вот так вот, скажем так, заинтересовать, да, чтобы человек подписался на то, что на мою деятельность, просто из-за, ну скажем так, даже не знаю из-за чего. Из-за чего вы можете заинтересоваться. Нет, это что-то внутри вас заинтересуется этим. Или, скажем так, если вы верите в ангелов, да, и в высшие силы, то они как бы заинтересуются вами, что человечек-то готов, пора уже просыпаться, сколько же можно спать. И вот начинается движение к пробуждению. Это на самом деле такой процесс болезненный, друзья. Болезненный, который, конечно же, он приводит тебя к любви. Но что происходит? А то, что сыпется абсолютно всё. Понимаете? Абсолютно всё. То есть всё то, что человек принял считать своим «я», это всё просто обваливается. Понимаете? Потому что есть личность, да, есть тело, есть вот какие-то знания о себе, которые были рассказаны родителями, были рассказаны в школе. И так человек как-то там что-то, может быть, узнавал, да. Даже, друзья, когда человек идёт в какие-то традиции, например, в йогу, да, всё равно он в себя начинает загружать знания. То есть он не смотрит в источник происходящего, а он продолжает наслаивать, 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 наслаивать на абсолютное вот эти вот знания. Это тоже такая игра. То есть это, чем больше игрушек, на самом деле, вокруг, ну, там, знаете, например, восточных, там какие-то благовония, цветы, одежды, там, картинки различных божеств, да, это всё есть. Но человек в процессе этого, он сильно этим увлекается. То есть это уже такая вот своеобразная сцена формируется, на которой он вот персонажик вот этого театра, понимаете. Опять же таки, друзья, мы должны понимать, что даже если человек говорит из пробуждённого и очень высокого состояния, это состояние, оно опускается на уровне мысли, потом на уровне слов, и это уже идёт определённое искажение, понимаете. То есть это всё концептуальное понимание для того, чтобы подвести человека к ощущению, к осознанию происходящего. Там уже нету слов, понимаете. Там уже есть чистое знание, безмолвное, уже как переживание. Вот, поэтому вот я буду использовать слово сон, да, то есть концептуально слово сон, но это действительно сон Творца. Да, друзья, вы спите, и вы спите уже много-много десяток жизней, много сотен, много тысяч жизней, и вы всё время как бы забываете, да. То есть есть вот такое выражение, что мы забыли даже то, что мы забыли. Понятно, да? То есть этот сон, он настолько часто повторяется, что человек, он просто, ну, вообще не осознаёт происходящего. Вот, и в результате этого пробуждения, да, то есть человек просыпается. То есть личность, то, что человек принял считать своим «я», она умирает, понимаете. То есть реально происходит смерть. Смерть — это смена измерения, понимаете. То есть, чтобы вообще родиться, нужно умереть. Чтобы умереть, нужно родиться. Ощущается, как смерть всего того, что ты знал о себе. То есть та смерть, которая физическая, это вообще даже близко не стоит с той смертью, которую человек проходит в процессе пробуждения. И об этом мало говорят мастера, потому что для того, чтобы, ну, завлечь человека, да, в определённую традицию, то лучше рассказать об абсолютной любви, да, об абсолютной благости, о каких-то вот таких красивых картинках. Ты придёшь к этому, ты к этому обязательно придёшь, потому что путь-то один. Но нужно пройти через реальное, то есть, ну, смерть личности, да. И, возможно, вы помните, в сказках было такое, что сначала мёртвой водой, а потом живой. То есть сначала происходит вот эта вот абсолютная трансформация. То есть и такая основная трансформация, наверное, это то, что ты внезапно осознаёшь, что ты смотришь, просто смотришь на это всё. Потом внезапно во что-то вовлекаешься, в какую-то гиперреальность, да, в какие-то переживания. Потом обратно ты это смотришь, ты просто являешься наблюдателем происходящего. То есть ты реально осознаёшь, что это сон, твой сон, в котором ты настолько уснул, что ты уже куда-то там побежал, и ножки выросли, и ручки выросли, и глаза выросли, и там уже вообще, то есть там невероятное количество сюжетов. И сам не то, что невероятно, это бесконечное количество сюжетов, понимаете? Конца этим сюжетам нету, понимаете? Не добежишь ты, потому что люди в погоне за каким-то абсолютным счастьем, да, туда невозможно прибежать, понимаете? Осознать момент происходящего, осознать то, что ты спишь, понимаете? Вот и всё. Спишь и видишь вот этот вот сон, в который уже раз, понимаете? И почему я говорю, что это болезненный процесс? А потому что происходит облом всех неправдивых вещей, понимаете? А это на каждом шагу, вплоть до самого элементарного. То есть это всё игрушки, всё фантики, понимаете? Для поддержания вот игры. Причём эту же игру ты же создал. Ты сам создал эту игру. И увлёк себя вот этими всеми фантиками, игрушками, чтобы играться в это всё. Переживать, страдать, радоваться, плакать, встречаться, расставаться, любить, ненавидеть. То есть там спектр очень огромный. Мы же родились-то людьми, понимаете? А человек — это огромный спектр различных чувств, различных эмоций, понимаете? И это вот для того, кто это всё осознаёт, для того, кто смотрит на это всё, из каждого атома это наблюдение происходит. Для этого это абсолютный чистый кайф. Даже вот какие-то ужасные вещи, разрушительные, мрачные, тёмные, это всё вот с точки зрения наблюдения, это просто, просто игра, в результате которого душа движется к пробуждению, понимаете? Вот. И, конечно же, конечно же, когда ты проходишь это, когда осыпается вся неправда, вся ложь, да, и вот самая основная такая ложь и вот такая игра — это то, что ты есть, понимаете? Это вообще... То есть для Личности, когда она вот напрямую встречается с вот этим вот осознанием, что «А я есть-то вообще? или меня и не было никогда?» «Я никогда и не рождался, никогда и не умирал!» Понимаете, это всё пограничная фантазия абсолюта. Вот и всё. И вот когда ты просто вот так вот внезапно понимаешь, что тебя-то и нету, ты в своей сути-то пустота, потому что ты реально та пустота. То есть каждый атом же внутри имеет просто какую-то энергию, которая в своей сути пустота. Понимаете? Это уже учёные даже разложили по полочкам, и в чём нам они очень-очень помогли. И вот когда ты с этим встречаешься вот так, ты понимаешь, что это просто вселенский сон, ты такой «Охренеть вообще!» и когда ты это проходишь... То, конечно же, это другая глубина, друзья. Это любовь, это любовь, которая за пределами хорошо и плохо, за пределами красиво-некрасиво, за пределами двойственности. Понимаете? За пределами вот этого инь-янь. То есть это любовь, которая настолько глубокая, когда ты понимаешь, что ты здесь именно для наблюдения, для созерцания, для того, чтобы радоваться, любить, наблюдать. И когда эти энергии, они тебя наполняют полностью, ты начинаешь уже светить другим. Слышали про работников света? Вот есть такие персонажи на планете Земля, которые являются работниками света. В какие-то тёмные, трудные времена они всячески старают напомнить, что просыпайся. Мы же так всё развалим тут. Поймаете? Вот. Есть, если я не ошибаюсь, тоже такая древняя тибетская поговорка, которая звучит так. «Родись, пока живой, родись, пока не умер, умри, пока живой». Понятно, да? Вот такая вот клац переворачивает то, что личность должна умереть. Понимаете? Вот. «Я» — то, что мы приняли считать своим «Я». «Я» — не это тело. Понимаете? Одновременно «Я» и это тело тоже. Но звук «Я», вот это вот состояние, оно к этому телу никакого отношения не имеет. Понимаете? Есть, конечно, какой-то Виталий, который учился в институте, который, там, имеет образование, который занимался боксом, там, ещё какой-то ерундой занимался. Понимаете? Ну, я это так шучу, конечно. Но звук «Я» и наблюдающий, да, вот, Абсолют, Творец, никакого отношения не имеет к именно этому телу, то есть к Личности, понимаете? к вот этому знанию о себе, о том, что я привык считать своим «Я». Потому что если человека спросить, что ты считаешь своим «Я», ну, вот там, да, он покажет на тело, да, или, ну, на что именно ты покажешь, или что там, где именно это «Я», в каком сегменте мозга это осознание происходит. вот, друзья, я вкратце постарался описать процесс пробуждения, да, возможно, вот для кого-то это важно было слышать, и рад, что ты здесь, благодарен за то, что ты смотришь, и всего хорошего, самого чистого, самого светлого, самого радостного, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok